Один из возможных вариантов компиляции мы рассмотрим на примере языка Java. В данном случае для языка Java первые два этапа совпадают с тем, что мы видели для C++. Сначала идет проектирование, после этого идет программирование. На выходе мы получаем код на языке Java. После этого точно так же происходит компиляция. Но компиляция не в машинный код, как в случае C++, а в некоторый специальный байт-код. Байт-код — это машинный код для некоторого абстрактного компьютера, который в действительности не существует в железе, но реализовывается при помощи программы. То есть для каждого конкретного процессора есть реализация вот этого абстрактного компьютера. Для Java это называется Java Virtual Machine. И этот абстрактный компьютер умеет выполнять этот байт-код. Соответственно, роль, которую выполняет абстрактный компьютер, заключается в том, что он транслирует команды, которые понятны ему, команда из байт-кода, он транслирует в процессе выполнения конкретному процессору, конкретному компьютеру, на котором выполняется. За счет этого мы получаем переносимость. То есть программу на языке, который работает с виртуальной машиной, достаточно скомпилировать один раз, потому что она компилируется для некоторого абстрактного компьютера. И после этого ее можно запускать на любом компьютере, на котором есть реализация такой виртуальной машины. Аналогично будет работать, если мы на этой схеме заменим Java, например, на C Sharp. Это тоже язык с виртуальной машиной.